Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова в прямом эфире через перископ мы с вами разбираем ситуацию, сложившуюся на финансовых рынках за минувшую торговую сессию. Говорим и более детально разбираем основные события, которые выступили локальными катализаторами для отдельных инструментов. Ну и продолжаем говорить, безусловно, о тех долгосрочных идеях, которых мы придерживаемся очень давно. Сразу к повестке текущей торговой сессии она обещает быть не такой уж и насыщенной на отдельные инфоповоды. На что нужно будет обратить внимание, так это на статистику по темпу экономического роста еврозоны в 12.00 по московскому времени выйдет этот отчет. Почему он важен? Потому что это своего рода кульминация и итог всех тех данных, которые мы разбирали до этого. Если кто-то из вас забыл, с какой статистикой мы работали, напоминаю, что со слабой статистикой. Поэтому в целом я не сомневаюсь в том, что ожидания по темпам экономического роста, они изначально довольно скромные. И я считаю, что сегодня статистика, которая выйдет, собственно, в 12.00 по московскому времени, может больше разочаровать трейдеров. Ну, так было бы более логично. Отреагирует ли европейская валюта на темпы экономического роста? Это не то чтобы большой вопрос. Я сразу хочу сказать, что вряд ли, потому что евро сейчас больше уже сфокусировано на тех изменениях, которые производят в денежно-кредитной политике. То есть, фактически, евро живет только одной идеей. Это предстоящим заседанием Европейского Центрального Банка, которое состоится на следующей неделе, 14 июня. Мы о нем, о данном событии продолжим говорить. Это очень важно сейчас. Тем более, что, судя по вчерашней торговой сестью, у нас есть несколько новых вводных, риторических. От господина Прата, от Вайдмана и Ханса. Мы вот как раз сегодня их обсудим, когда переключимся на пару евро-доллара. На что с большим акцентом нужно будет сделать ставку, это на пресс-конференцию председателя канадского регулятора Стивена Полза. Она состоится в 18.15 по московскому времени. Очень хочется верить в то, что он коснется в ходе своего выступления перспектив денежно-кредитной политики. Это вопрос для Канады и для канадского доллара сейчас очень важный, поскольку, все же согласитесь, все эти отчеты, которые мы разбирали по Канаде в последние недели, все равно в конце концов выводили нас на одну идею, как этот отчет повлияет на предстоящее решение канадского регулятора касательно процентных ставок. И будет ли Банк Канады изменять ставки, то есть повышать их до конца 2018 года. Мы по-прежнему в ожидании будущих заседаний, но по-прежнему сохраняем скептический настрой в отношении таких изменений, потому что я лично уже на сложившемся опыте могу предположить, что ставку повышать не будут, потому что для канадского регулятора более актуальна сейчас адаптивная позиция. Поэтому резюмируем, друзья, сегодня ждем 12.00 статистику по экономическому росту еврозоны и, скорее всего, убеждаемся в том, что ситуация по-прежнему неважная по экономике. И в 18.15 ждем выступления Полоза и получаем, скорее всего, уже через его заявление еще одно доказательство того, что ставки в ближайшее время меняться не будут. Вы понимаете, что так напрямую он не может сделать подобного заявления, но комментарий о том, что более приемлемой остается адаптивная позиция анализа и оценки того, как потребители адаптируются к прежним решениям процентной ставки, другим словами, это то же самое. Поэтому по канадцу ралли продолжаются, качели вы сами прекрасно видите. Я думаю, что это валютная пара, которая действительно всем напоминает про важность соблюдения правил money management, про важность контроля загрузки депозитов, потому что мы видим чрезмерную волатильность в рамках довольно коротких промежутков времени. И самые настоящие качели, поскольку мы вырастаем там на 150 пунктов, потом столько же теряем и, собственно, опять 25. Я надеюсь, друзья, что вы для себя давно усвоили основной приоритетный такой курс для этой валютной пары. И вместе со мной сохраняете длинные позиции, ждете USDCAD примерно в районе 1.33. Ну а теперь давайте чуть подробнее. Нефтянка 75.82, это закрытие прошлой торговой сессии 75.84, котировки на данный момент. В целом мы держимся с поддержкой 75. Закрытие вчерашнего дня с небольшим повышением. Я связываю это с вновь актуализированными разговорами о том, сообщениями уже на первоисточнике, что политико-экономический кризис, который актуален в Венесуэле, продолжает влиять на объемы и добычу, и, соответственно, экспертных поставок на глобальный рынок. И если возникают, собственно, предпосылки и потенциал нехватки сырья на глобальном рынке, это стимулирует рост цен на нефть. Но не думаю, что именно этот фактор, эти сообщения стали причиной активизации покупок. Я думаю, что, скорее всего, они даже никак не повлияли, потому что рынок нефти тоже живет сейчас лишь одной идеей. Это предстоящим заседанием ОПЕК 22 июня. И все те движения, которые проходят изо дня в день до этого важного инфоповода, они в конце концов все равно лишь представляют борьбу покупателей и продавцов, которые используют каждый, собственно, для себя свой фундамент. С одной стороны, покупатели пытаются найти возможности и основания для того, чтобы сделку сохранять неизменной до конца этого года, и, может быть, поднимут вопросы о продлении этого соглашения за пределы 2018 года. А с другой стороны, продавцы борются уже за свое место под солнцем, поскольку понимают, что последние данные макроэкономические по спросу предложения, по статистике США позволяют предположить, что это соглашение не только не продлят, а, может быть, даже серьезно скорректируют уже до конца, собственно, этого года. Основная идея, я думаю, что понятна, мы к ней будем вновь и вновь возвращаться, если будут дополнительные комментарии. Я сейчас все же предлагаю помнить только об одном и ссылаться, опять же, торгуя на рынки углеводородов только на АДО, один новостной фон. Он как раз касается вот этих кулуарных обсуждений, которые идут между ключевыми представителями всего вот этого нейротического сектора, ключевых экспортеров, о том, что эту сделку скорректируют до конца, до 2018 года. Вы помните комментарий Александра Новака, который отвечает за Россию. Россия – это один из ведущих игроков и участников основных этого соглашения. Давление внутри дня на цену на нефть вчера оказала статистика по запасам. В этот раз она полностью оказалась на стороне продавцов, потому что выросли запасы не только нефти, но и бензина, и дистиллятов, то есть в целом всех нефтепродуктов. Наверное, не суть важна, насколько прирост был. Самое важное то, что это статистика со знаком плюс. Вопрос, сколько нефти теперь добывается в штатах, отвечают, что был зафиксирован новый максимум 10,8. Фактически уже показатель по нефтедобыче уже совсем чуть-чуть остается, до 11 миллионов баррелей в сутки. Я думаю, что именно сам факт уже по-прежнему высокой активности американских станцевых производителей, он влияет на представителей ОПЕК, которые начинают уже задуматься о целесообразности продления, точнее даже об отсутствии целесообразности продления соглашения после 2018 года. И намерение выступить уже против этого соглашения становится все более и более очевидным. Я надеюсь, что текущие показатели нефтедобычи действительно являются явным сигналом для того, чтобы страны ближневосточного картеля начали уже увеличивать и собственное производство. Тем более, что у них есть сейчас возможность оправдать роста собственной добычи не позорными страхами перед большей экспансией американских производителей, а тем, что они по-прежнему выступают за сохранение стабильности на рынке нефти. И если производство нефти падает в Венесуэле, то, наверное, было бы правильно поднять чуть планку добычи, чтобы уравновесить эту нехватку. Но неважно, как они будут объяснять потенциальный рост и будущий рост нефтедобычи, важно, друзья, то, что мы снова скоро вернемся к рискам перенасыщения рынка. И без соглашения, собственно, ОПЕК по снижению объема добычи у рынка не будет ни единого катализатора роста. Рынок нефти подает нам сигналы готовности к распродажам. Контракты, оценка общей совокупной позиций длинных сделок CFTC находятся сейчас на минимуме практически за 8-9 месяцев. Это тоже тревожный сигнал готовности разворота. Очень хочется верить в то, что этот разворот случится в ближайшее время. Рубль 61.78, как и раньше, ждем 64.65. Европейская валюта против доллара. Напоминаю, что мы снова станем активно продавать этот актив после того, как евро-доллар закрепится ниже отметки 1.1650. До этих пор с короткими позициями лучше временить. Как я уже отмечал, те, кто привык спекулировать за более короткие промежутки времени, готов рисковать. Можно сейчас пытать удачу через длинные позиции, но это настолько рискованное предприятие, что мне даже не хочется обозначать потенциал какого-то восходящего движения, потому что он напрочь может быть сведен на нет мощной коррекции. Почему евро сейчас на подъеме? Многие считают, что вчерашняя торговая сессия, тот рост, который мы видели по евро, дал сигнал всему рынку, что главный валютный риск будет только расти. Почему? Потому что Вайдман обозначил возможность выхода из программы количественного смягчения до конца этого года. Главный экономист Европейского центрального банка Питер Пратта, не знаю даже почему, но позволил себе сделать заявление о том, что на предстоящем заседании ЦБ, которое пройдет на следующей неделе, могут поднять вопрос о будущих изменениях действующей программы количественного смягчения. Я специально сделал акцент на эту формулировку, чтобы вы понимали разницу между поднятием вопроса и обсуждением, и конкретным решением. Надеюсь, что эту разницу вы видите. И еще один чиновник, имеющий отношение к Европейскому центральному банку, точнее к монетарным властям, Еврозон и Хансен, который допустил, собственно, повышение процентных ставок все же раньше, чем третий квартал 2019 года. Если разбирать, друзья, подробно каждый из этих комментариев, никакого серьезного основания на рынке так и не появилось. того, что что-то произойдет с монетарной политикой. Ну, может быть, кто-то из вас увидел в этих комментариях серьезные основания. Я хочу, чтобы вы все же понимали, почему сейчас Европейский центральный банк вряд ли будет вмешиваться в текущий курс политики, либо что-то с ней делать. Европейский центральный банк фактически на текущий момент обязан остаться гибким. Вот это вот верное слово. Обязан сохранить для себя пространство для маневра. Поэтому, если мы все же вернемся к вопросу о том, что инфляция ведь выросла, и она действительно стремится к целевому уровню, разве это не основание, чтобы Европейский центральный банк начал уже сворачивать программу количественного смягчения? Я отмечу, друзья, то, что тот рост инфляции, который случился в последние месяцы, он основан только на одном, на резком росте цен на нефть. И сейчас все те, кто близок к реальной ситуации того, что происходит на рынке черного золота, могут сказать, что ситуация не совсем ординарна. И тот, скажем, рубеж, который мы сейчас продолжаем обхаживать по рынке нефти, он не является справедливым для этого сектора. То есть, в целом, актив может серьезно просесть. И, соответственно, при снижении цен на нефть, инфляция снова поползет назад. И Европейский центральный банк понимает, что рано еще изменять, корректировать курсы в расчете и основываясь только на нестабильных основаниях для роста инфляции. Второй момент тоже не менее важный. Почему сейчас лучше повременить? Потому что Европейский центральный банк прекрасно понимает, что те политические события, которые разразились в еврозоне в последнее время, ну вот всем известная ситуация в Италии, она является не только единичным случаем, она является лишь еще одним подтверждением нездоровой обстановки во всей еврозоне по отдельным регионам. И если сейчас Европейский центральный банк, к примеру, свернет программу количественного смягчения, то фактически никто не будет покупать облигации проблемных стран. Вот в частности, может быть кто-то не знает, я делаю акцент на то, что уровень долговой нагрузки в той же самой Италии фактически 130% ВВП. Долг больше 2,5 триллиона евро. Почему эта экономика еще на полову? Потому что Европейский центральный банк через программу количественного смягчения скупает эти облигации. Если убрать покупателя в лице ИЦБ, никто не будет работать с бумагами региона, который неизвестно куда катится из-за тех политических преобразований, которые произошли. То же самое справедливо для большинства европейских стран, у кого долговая нагрузка в отношении ВВП к долгу больше 100%. То есть Европейский центральный банк в принципе находится в кабальной ситуации, когда из-за того, что происходит в еврозоне, фактически у них нет возможности сейчас отказаться от покупки активов в довольно высоких объемах. Потому что Европейский центральный банк сейчас реально гарант более-менее стабильной экономической ситуации. Я не говорю то, что ИЦБ никогда не свернет программу количественного смягчения. Я допускаю, что это может произойти, но не раньше декабря 2018 года. И то, я бы даже сказал, не свернет программу количественного смягчения, а немного ее скорректирует, снизит. До декабря времени еще очень много, поэтому в расчете на следующее заседание ИЦБ я бы больше склонялся к тому, что мы в одном шаге от еще одного мощного катализатора для нисходящей динамики. Фунт против доллара остается на подъеме. Для тех, кто еще не в длинных позициях, можно надеяться на откат. Если повезет, действительно пара хочу скорректироваться и уже тогда занимать длинные позиции с уровнем 1.3350. То есть, это уровень размещения отложенного ордера по лимиту. Вчера Тереза Мэй поддержала курс британца, усилив положительный эффект от неплохой статистики. В частности, Тереза Мэй отметила, что решение по Brexit относительно вопроса с Северной Ирландией будет принято в ближайшее время. Но в ближайшее время очень размытое понятие. Не знаю, когда именно. Через неделю, через месяц, либо больше. Но этот комментарий был и немного ситуацию успокоил. По фунту сохраняем длинные позиции. Ждем, как и раньше, не ниже этот инструмент отметки 1.37. Доллар канадец уже в двух словах сказал. Волатильность у нас продолжает зашкаливать. Мы недавно видели пару на максимум за последние 2,5 месяца. Потом такое же интенсивное движение вниз. Распродажи канадца были, точнее укрепления канадца было, с одной стороны, связано с неопределенностью, опасениями по поводу Северо-Американского торгового соглашения. Потом, опять же, новостной фон, изменившийся по этому вопросу, поддержал канадца, потому что Стивен Внучин предложил Трампу все же исключить Канаду из тех регионов, в отношении которых будут действовать и уже действуют новые импортные тарифы на сталь и алюминий. Позиции Трампа пока еще не ясна и неизвестна. Но, думаю, что исключения вряд ли будут. Поэтому мы в отношении канадца следим за статистикой и за тем, что происходит на рынке нефти. Нефтянка у нас остается под давлением. За редким локальным исключением мы реально уже отступили от максимума. Поэтому мы можем продолжить снижаться. Что касается статистики, то завтра у нас рынок труда, который может усилить распродажу канадца, потому что при выходе плохих данных это станет уже окончательным вердиктом того, что Банк Канада не будет повышать процентные ставки. Но до завтрашнего рынка труда у нас сегодня еще выступление пола, за которым я говорил. Поэтому мы рассчитываем на то, что давление на канадца может усилиться уже сегодня. Для тех, друзья, кто очень давно покупает валютную пару, в этот раз можно не дожидаться уже максимумов, которые раньше были поставлены на отметке 1.33. Я частично буду выходить из позиции по мере закрепления выше 1.30. Не хочется повторить ситуацию с прежними распродажами, которые уже неоднократно заставляли нас, трейдеров, спекулянтов, прибавить в таком нервозном состоянии. Ну а для тех, кто ждет все же возможности для того, чтобы снять сливки, цель остается прежней. 1.33. По австралийцу. Вчера мы, кстати, неплохо вошли в рынок с отметки 0.76.70. Я думаю, что давление на австралийце будет усиливаться, потому что сейчас все, кому не лень, разобрали последний отсчет по темпам экономического роста и никаких, скажем, дифферент никто не поет австралийской экономике, поскольку отмечается, что всплески экономического восстановления были уже не раз, но они не получали продолжения, экономика снова уходила к более-менее нормальным значениям, которые далеки от оптимистичных. И почему сейчас никто не верит в австралийскую экономику? Да потому что она сама не дает выбора, поскольку задолженности домохозяйства остаются на высоких уровнях. При таких задолженностях глупо повышать процентные ставки, то есть изменять денежно-кредитные курсы. Помимо того, что происходит с долгами, собственно, потребителей, не забывайте про низкую инфляцию, не забывайте про скромный, про заработных плат. Еще одна проблема, которая стала обсуждаться все чаще и чаще, это снижение цен на рынки недвижимости. Тоже тревожный сигнал для развитого рынка. Поэтому и Резервный банк Австралии, собственно, несколько дней назад, когда мы разбирали заседание, даже при хороших данных по тем же самым роничным продажам не позволил себе сделать комментарий в пользу скорого ужесточения денежно-кредитной политики. То есть политика остается мягкой, австралиец будет испытывать дальнейшую прессию, многосрочная цель 0,73, как и раньше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы можете вставлять их на нашем канале на YouTube, прямо в области под брифингом, специально окно для комментариев. С большим удовольствием знакомлюсь с вашим видением рынка, с вашими идеями и при необходимости, если вопрос, собственно, касается перспектив того или другого актива и обращен ко мне этот вопрос, я также делюсь своим мнением. Большое всем спасибо, кто присутствовал в прямом эфире. Не забывайте также, что запись сегодняшнего, актуального, да и, собственно, всех брифингов доступна на том канале, который я обозначил, и запись выкладывается на нем буквально через 15-20 минут после того, как мы заканчиваем прямой эфир. На этом, собственно, все. Хорошей вам, удачной прибыльной торговой сессии. Ждем сегодня мощное движение по канадцу и ждем, что пара доллар-канадец, прежде всего, прорвется выше отметки 1.30. Всего доброго. До свидания.